Всем привет, друзья! Ничего не стоит на месте и новые поправки в спецзакон для украинских беженцев также подразумевают много поправок, о которых я расскажу в этом видео, в частности про 8 основных из них. Это и отмена возможности выезда из Польши на 30 дней без потери своего статуса, это и отмена пребывания из-за COVID-19 и также это наличие обязательного ПЭСЛа в Польше и так далее. Обо всем этом и более вы узнаете в данном видео. А перед началом видео хотел бы напомнить про систему денежных переводов из Европы в Украину под названием ПРОФИ. Тут курс очень выгодный, переводы происходят очень быстро и что самое главное до конца года переводы денег будут по ссылке в описании под видео абсолютно без комиссии. Так что ссылка будет на перевод в описании под видео, а также видео инструкция как правильно сделать перевод. А мы начинаем, поехали! Так вот, еще раз напомню, что все перечисленные далее поправки все еще являются законопроектами, которые на данный момент находятся на стадии рассмотрения. Но вы должны про них знать, потому что вероятность их применения достаточно высока. Первое, это отмена 30-дневного периода для возможности выезда из Польши без потери своего статуса УКР. Так вот, в начале декабря на заседании правительства были рассмотрены новые изменения в спецзакон. И согласно которым каждый украинский беженец, который получит ПЭСЛ УКР и если он покинет Польшу, то этот статус УКР будет иметь замороженный статус. И сделано это для того, чтобы человек, который покинул Польшу, он не мог получать пособие. Напомню, что ранее беженца предоставлялось 30 дней, чтобы они могли решить для себя, вернуться им в Польшу или нет. Теперь такую возможность хотят отменить, и статус временной защиты он будет приостанавливаться сразу же по факту вашего выезда из страны. То есть, такие хотят сделать изменения. Второе, это отмена статей про дление пребывания из-за COVID-19. Так вот, одним из предложений в спецзакон является отмена статей о легальном проживании иностранцев согласно антивирусному счету. Если эти положения вступят в силу, то продление пребывания по вот этим вот COVID-19 законам, оно коснется не только украинцев, но и всех иностранцев. В двух словах, напомню, что в Польше сейчас идет состояние эпидемии, согласно которому ваши документы, национальные визы и различные другие документы, они продлеваются в Польше до окончания вот этого состояния эпидемии плюс 30 дней. Если отменят, то от даты отмены будет всего лишь 30 дней, чтобы легализироваться в Польше другим путем. Поэтому сейчас самое время, если вдруг их введут, это получение подачи для получения карты по быту. Это будет альтернативой для вашей легализации в Польше, если вы не планируете выезжать. Третье. Это продление сроков пребывания украинцев, у которых истекает срок действия оснований для пребывания в Польше, которые закончились после 24.02. Так вот, в проекте перечислены основные документы. Это национальная виза, это временный вид на жительство, это также шенгенская виза, а также эта виза выдана другой стороной шенгенского соглашения и также, конечно же, это безвизовый въезд. Так вот, согласно этой поправке, вышеуказанные документы будут продлены до 24 августа 2023 года. Напомню, что это касается только тех документов, срок которых истек после 24.02. А вот те документы, срок которых истек до 24.02 и которые продлили свое пребывание в соответствии от либо COVID-19, либо спецзакон, то с момента отмены вот тех ковидных ограничений, то у людей, напомню, как я говорил ранее, будет только 30 дней, чтобы легализовать свое пребывание на территории Польши другим образом. Карта по быту и так далее. Четвертое. Это отмена 38 статьи спецзакона. Напомню, что 38 статья спецзакона, она устанавливала возможность льготного получения карты по быту украинскими беженцами спустя 9 месяцев пребывания в Польше. Так вот, в предложенной поправке данная статья отменяется, так как уже в ноябре этого года срок вот этих 9 месяцев у большинства подходит. И поэтому законодатель предложил продление срока легализации до 18 месяцев в сумме, то есть до 24 августа 2023 года. То, что я говорил ранее. И также до 24 августа продлевается и электронный документ «ДИЯ» в приложении «М.Обыватель». Это тот электронный документ, который дает вам также легальность. То есть он легальный электронный документ, который можно показывать как в Польше, так и в странах Европы. Пятая поправка – это обязательный ПЭСЭЛЬ. Теперь получение ПЭСЭЛЬ УКР для украинских беженцев станет обязательным. И согласно проекту поправок украинцы будут обязаны оформить его, чтобы воспользоваться всеми правами и возможностями спецустава. На данный момент число выданных вот таких ПЭСЭЛЬ УКР, оно уже приближается к полутора миллионам. Однако есть и те граждане Украины, которые проживают в Польше и не оформляли его. Так вот, планируется ограничить срок получения вот этого ПЭСЭЛЬ всего лишь 30 днями с момента въезда в Польшу. Поэтому, если вступит в силу, то нужно будет поспешить для его оформления. Шестое. ЗУС будет контролировать выезды беженцев из Польши. Так вот, эти поправки, они предусматривают, что будет контроль за беженцами, которые получают формы помощи для детей. Это по таким программам, как 500+, 300+, Добрый старт, либо это семейный капитал и так далее. Так вот, эти изменения, они предусматривают, что получат доступ заинтересованные лица из пограничной службы ЗУС, муниципалитетов к базам данных о лицах, которые пересекают границу. Чтобы контролировать, кто выехал на долгий период из Польши и, соответственно, утратил свое право для получения денег. То есть, будет такая общая система контроля за выездом. Седьмое. Это оплата за проживание в пунктах размещения. Так вот, вы, конечно же, слышали и разговоры о том, что украинские беженцы будут платить за свое проживание в пунктах размещения, что это будет частичная оплата. Такие разговоры идут уже давно и вы, конечно же, их слышали. Так вот, известно, что этот проект предлагает различные варианты оплаты. Так вот, если вы проживаете в таких пунктах до 120 дней, это будет бесплатно. Если от 120 до 180, вы оплатите 50% стоимости проживания, но не более чем 40 злотых в сутки. Если более чем 180 дней, то оплатите 75 стоимости вашего проживания, но, опять же, это будет сумма не более чем 60 злотых в сутки. А освобожденными от такой оплаты будут это инвалиды, это люди пенсионного возраста, это беременные женщины и лица, ухаживающие за детьми. И по этой причине они не могут трудоустроиться. Эти люди будут освобождены. Поэтому это пока еще не закон, это только проект, который рассматривается, но, скорее всего, его примут. И восьмое, это жилье для беженцев. Так вот, проблема с местом жительства в Польше, как вы знаете, актуальна для большинства людей, украинцев. И хотя существуют специальные центры, а также есть программа стимулирования владельцев жилья, чтобы они размещали беженцев у себя, но все же эти меры, они временные и рано или поздно перестанут действовать в том масштабе, в котором они действуют на данный момент. И уже сейчас подсчитано, что желающих людей, которые хотят в Польше остаться надолго, польское правительство оценивает в полтора миллиона человек. И очевидно, что большинству из них понадобится место жительства. Так вот, такие поправки подразумевают разрешение местным властям использовать пустующее жилье в муниципалитетах для размещения беженцев. Так что вот такие вот изменения, вот такие вот 8 поправок, которые хотят ввести, внедрить. Поэтому, друзья, если было интересно, поставьте лайк, напишите в комментариях, какая из поправок вам больше всего нравится. А также хотел бы напомнить, что внизу в описании под видео будет ссылка для перевода денег через систему денежных переводов профи, а также видеоинструкция, как правильно сделать перевод. Ну что же, друзья, а на этом у меня все. Спасибо за просмотр и до встречи на следующих видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok